У дороги Чибис, у дороги Чибис, он кричит, волнуется чудак, а скажите, чьи вы, а скажите, чьи вы, и зачем... Всем привет! Давайте поговорим о Пиголице или Чибисе, по латыни Ванилюс Ванилюс, небольшой птице семейства Ржанковой. Чибис, крупный черно-белый кулик с короткими ногами и клювом, самый коротконогий из Чибисов, размер с галку. Длина тела примерно 30 см, масса от 120 до 330 грамм, размер крыльев 82-87 см. На затылке длинный узкий хохол. Кверх черный, с бронзово-зеленым и фиолетовым отливом. Вниз белый с черной манишкой, подхвости рыжие, бока головы и зашиек белые, есть черная лицевая маска. Клюв и радужина темные, ноги розоватые. К осени светлеет горло, на голове появляется охристый налет. На свежих темных пятнах развиты узкие светлые каемки. Крылья очень широкие, их из-под черно-белые, вершины почти квадратные. Из-за этого Чибис почти безошибочно узнаваем в полете. Взмахи крыльев редкие и неторопливые. Характерен воздушный ток с пируэтами и громкими, скрипучими, маукающими криками Чибы, или Чивы, более сложными, за которые Кулик и получил свое звукоподражательное название. Чибис легко узнается по узкому холкуну голове, а в полете по широким округовым крыльям с черными концами и надоедливому крику. Крылья распространена от Атлантического до Тихого океана, к югу от Полярного круга. Большей части ареала птица перелетная. В Западной Европе зона осорлости начинается с южного подорежья Балтийского моря. Прилетают первые Чибисы в то время, когда на полях сохраняется снежный покров и только появляются первые проталины. Поэтому ухудшение погоды нередко заставляет их временно откачевать более южные районы. Летят они всегда в дневное время, небольшими, поперечно вытянутыми стайками. Пары формируются на территориях самцов, охраняемых даже в разреженных колониях. Известны случаи бегомии, когда на территории самца гнездятся две самки. Бывают и сдвоенные кладки. Гнездо – неглубокая ямка, высланная сухой травой. Кладка – четыре грушевидных яйца, буровато-песочного тона, с густым темным крапом. Кладку насиживает преимущественно самка. Самец охраняет участок. Насиживание длится 24-28 дней. Молодые поднимаются на крыло в возрасте пяти недель. Во второй половине лета Чибисы образуют большие стаи, иногда на несколько тысяч особей. Если над весенним лугом летит ворона или ястреб, Чибисы по очереди отгоняют врага по мере того, как он пролетает над их гнездовыми участками. Подросшие выводки, как уже сказано выше, соединяются в стайки, держатся по берегам речек и прудов. Потом соединяются в большие стаи, перекочевывая на обширные болота, луга и степные пространства. А затем и в обширные речные долины. В конце сентября Чибисы начинают отлетать. Питаются пигелицы различными беспозвоночными, червями, улитками, насекомыми и их личинками. В настоящее время в большинстве районов Евразии Чибис обычный вид. За сотни лет обитания в агроландшафте птицы приспособились к соседству с человеком, домашними животными. Парадоксально, но уменьшение сельскохозяйственного пресса на природу сказалось на численности вида негативно. Сейчас Чибисов стало меньше. Теперь интересные факты об этой замечательной птице. Внезапное похолодание зачастую заставляет птиц лететь обратно на юг. Чибисы преодолевают огромные расстояния для того, чтобы через несколько дней, когда потеплеет, вернуться обратно. Чибисы известны в литературе. Многие писатели посвящали ему свои стихи и песни. Также известный русский писатель Михаил Пришин написал про Чибиса одноименный рассказ. Союз сохранных птиц России выбрал эту птицу птицей 2010 года. В древнем Риме пиголица, вероятно, из-за своего тревожного крика считалась зловещей птицей. В знаменитом сатириконе встречается поговорка «Малам парам пилавит» – «Ощипал скверную циголицу» или пиголицу, что означало «Не повезло, попал в неприятную ситуацию». В том случае, если молоднику грозит опасность со стороны хищников, стая птиц объединяется для того, чтобы дать отпор врагу и защитить свое потомство. Оказывается, Чибисы по своей природе являются еще и собственными докторами. Когда у них появляются проблемы с кишечником, они сразу же находят нужное решение, приступают к лечению, а именно ставят себе клизму. В этом им помогает длинный клюв и очень гибкая шея. Именно так, набрав в клюв воды, изогнувшие эти птицы, вводят себя в анальное отверстие в воду. Если нужно, то эту процедуру повторяют несколько раз. В период брачных ухаживаний самцы всячески стараются себя проявить, выделывая в воздухе акропатические фигуры, издавая призывные крики и характерные звуки перьями крыльев. Есть сообщение, что иногда самец подготавливает демонстрационные гнезда, привлекающие самок и стимулирующие их. Русское слово пигалица не одно такое. Англичане называют ее пивит, немцы кибиц. На Украине она называется либо киба, либо пигичка. В Беларуси кигалка. Это так называемые звукоподражательные названия. Хозяйственное значение чибиса двоякое. Он приносит пользу, истребляя на полях вредных насекомых и их личинок. Также является объектом охоты. Охотятся на него осенью. В среднем чибисы живут 19 лет. Максимально зарегистрированный в Европе возраст 24 года и 6 месяцев. Те, кто охотился на эту птицу, знают, что чибис запросто уворачивается от заряда дроби. То есть видеть дробь в полете, может просто свернуть с траектории выстрела. В Германии с конца 18 века яйца чибиса считались пищей знати, противовес куриным, которым питались рядовые бюргеры. Канцлер Отто фон Биспарк каждый год на свой день рождения, 1 апреля, получал 101 яйца чибиса из города Евер в Нижней Саксонии. В первый год жизни погибает до 40% молоде. В 3-4 дневном возрасте птенцы уже быстро бегают и могут плавать. Следуя иногда гуськом друг за другом, они, видимо, ориентируются по белому пуховому пятну на затылке, характером он для птенцов многих ржанковых. Ну что, на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Подписываемся, комментируем, делимся этим видео. До новых встреч. И да, давайте посмотрим замечательный фрагмент из советского художественного фильма «Укротительница тигров». Это просто смешно. Ну, честное слово, смешно. Какая вы укротительница? Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы в клетке с тиграми. Пигалица. Пигалица? Пигалица?